Всем привет дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Ideal, я нахожусь на аккаунте Димас. Димас это кстати тот игрок, который постоянно фармит гранды, я записываю рубрику гранды на 12 побед и беру у него иногда аккаунт, записываю колоды. К сожалению он прошел гранд на 12 побед все той же колодой хок плюс мортира, которую я показывал, вот она. Ну мы посмотрим пару повторов, но особо не будем акцентировать внимание, сегодня тема ролика будет вытащить легендарную карту на этом аккаунте. Димас предоставил мне аккаунт, чтобы я вытащил лего, постараемся это сделать, ребят, вы обязательно поставьте лайк на удачу, подпишитесь на канал. И кстати, скоро будет на этом аккаунте миллион золота, мы будем его тратить естественно у меня на канале, поэтому на колокольчик нажимайте, чтобы этот выпуск не пропустить. В общем давайте посмотрим, что у него тут за леги есть. Значит у него есть все легендарки, третий и второй уровень прокачка легендарок. Значит мы откроем, какие сундуки у него? Огромный сундук сейчас откроем, откроем еще один огромный сундук, также у него с квеста есть супер магический и есть за 12 побед. В принципе это не самые лучшие сундуки, но моя цель вытащить легендарную карту. Вы обязательно поставьте лайк, чтобы это случилось. Ну и потом посмотрим, как он сделал 12 побед, заодно вам продемонстрирую колоду с хогом, потому что многие из прошлого выпуска сказали нам недостаточно этих повторов. Предоставь пожалуйста еще несколько каких-то поединков, чтобы с этой декой закрепиться. И сегодня мы естественно их посмотрим. Ну что, начнем с серебряного. Я представляю, если сейчас серебряного сразу выпадет лего. Нет, конечно этого не случится. Так, теперь откроем огромный. Так, хорошо. И давайте теперь с хогами откроем. Он говорил, что этот сундук ему очень нужен, потому что хог у него вообще не прокачан. Так, и 28 хогов. Бонус. Ух ты, мега бонус. Да ладно, прикольно. 57 хогов. Отлично, ему осталось, ну практически ровно половина и хогушка будет 11 уровня. А хог 11 уровня это реально сильно. А, слушайте, так давайте еще один сундук откроем. Тут еще. Я просто думал, тут один только сундук, а тут оказывается несколько их. И что, еще один хог? Да, смотрите сколько хогов. Блин, а это реально, реально крутой сундук. Реальный подгон. Отлично. 521 хог у него уже. Так, еще что ли? Давайте еще откроем. А что, что так много? Я не понимаю. Ну ладно, он сказал открывать эти сундуки. Значит, мы их откроем. Так, еще хога. Слушайте, ну хог ему нужен, поэтому я думаю, что ему гемов не жалко. Так, и что получается? А, все. Тут просто какой-то глюк. Я думал, последний остался. Но, в общем, мы все всю акцию купили. Я такую акцию не покупал, потому что у меня хоги так максимального уровня. Так, ну и теперь остались самые интересные сундуки. Начнем, наверное, вот с этого. А потом откроем супер магический. Так, 22 тысячи золота. Хижина гоблинов. Гигант. Валькирия. Ракета. Два голема. Хорошо. Бочка со скелетиками. Слушайте, ну... Ой, еще один хог. Слушайте, мы ему за выпуск где-то... Ну, сотню хогов точно вытащили. Блин, круто. Так, поехали. Поевой таран. Слушайте, должна быть лего. Должна быть лего. Итак. Блин, облом. Реально облом. Ну, камон. Ну, почему? Обидно. Честно. Я рассчитывал, что будет лего. Короче, последний сундук. И... Стоп, а что? А, нам надо взять награду. И вот теперь мы можем открыть супер магический. Слушайте, ну... Блин, это последний сундук. Если я не вытащу лего, то это беда. Ладно, поехали. 6600 золота. Так, башня-бомбежка. Мушкетер. Рарок много. Нам осталось вытащить эпи... 11 эпических карт. Да, должна быть легендарка. Если сейчас будет много комунок, я ему вытащу легендарку. Ребятки, пожалуйста, в этом моменте поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментах, если вы... Ну, если выпадет лего, как вы думаете? И вообще, напишите, выпадет лего или нет? А если да, то какая? Окей. А я открываю. Да, 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 лего. Вау! 11 эпических карт, пушка, повозка с пушкой и 13 зеркала. 13 штук зеркала выпало. Офигеть, это сколько? 20? Тут разве так много этих эпиков? Или я... Я забыл, я давно не открывал супермагические. Ладно, напишите в комментах, как вы думаете, какая лего выпадет. А я открываю сундук. Итак. Какая легендарочка? Пламенный. А пламенный у него какого уровня? Уже третьего уровня. К сожалению, не та лего, которую он хотел. Но я свое задание выполнил. Так, а давайте посмотрим, сколько... Сколько у него... Точнее, не у него, а... Так. А, ну да, в принципе, тут много этих эпических карт. Это... Я забыл. Это в большом испытании с сундука. Из большого испытания 11 эпиков падает. А тут 24. Ну, тогда все нормально. Еще один сундук. Давайте откроем. Здесь, естественно, лего не выпадет. Ой, сколько зеркала нападало. Так, ну что. Ребятки. В общем, лего я вытащил. Задание свое выполнил. Осталось теперь... Просто показать вам повторы колоды, которые он сделал 12 побед. Дека, хок плюс мортира. Реально тащит. Давайте посмотрим. Ну, буквально 1-2 повтора. Потому что, ну, видео не об этом. Ну, мне интересно посмотреть. Так, против... Против какой колоды посмотреть? Вот, против арбалета посмотрим. И против мега-рыцаря посмотрим. Он не первый раз уже проходит этой колодой на 12 побед. И он постоянно фармит именно с этой колодой. Не знаю, почему именно эта колода. Но давайте смотреть. Потому что колода, которая сейчас напротив у нашего соперника, также не менее популярна. Вспомните мой стрим. Те три раза подряд меня бомбило, потому что подобралась колода мега-найт и хок. И не просто мега-найт и хок, а именно конкретно одинаковая связка. Пойзон, пламенный дракон, ледяной голем, зап. Вот эта комбинация мне подобралась несколько раз. Меня это так выбесило, реально. И вот, походу, какой-то новый тренд пошел. Хок плюс мортира. Ну, ладно, в глобале, но в испытании. И так часто я не видел такую деку. И на 12 побед на изи проходит. Поэтому давайте смотреть, ребят. Потому что я тоже хочу на 12 побед проходить испытания. И давайте смотреть как. Так, ну, мега-найта пропустили, но там всего лишь пару тачек сделало. Ничего страшного. Так, ставится мортира. Хорошо. Гоблины. Гоблинами отвлекается таргет мортиры. Банда гоблинов на хога. И что? И мортира умирает. Ничего не получилось. Но, опять же, я не понимаю этой комбинации с мортирой. Потому что, мне кажется, сложно с ней играть. Ну, ладно, смотрим дальше. Так, есть хог, есть летучая мыши. Сейчас, я так понимаю, будет атака хог плюс летучая мыши. Смотрим. 10 эликсира. Летучая мыши справа. И что? И хог тоже будет справа. Смотрим. Да, и хог справа. Но там будет ледяной голем. Ой, зря он, конечно, мега-рыцаря выпустил перед ледяным големом. Но все равно. Много урона мы не нанесли летучими мышами. Поэтому подбрасываем еще орду миньонов. Сейчас будет зап. И, походу, мега-найт опять сагрится. Нет, нет. В этот раз мы его уничтожили вовремя. Хогом отвлекается орда миньонов. Но мы его встречаем. То есть, его это хога. Мы его встречаем мортирой. Противник не успевает выбросить гоблина. Поэтому мортира дамажит вышку. Ну, естественно, это хорошо. Так, хог плюс ледяной голем плюс летучие мыши. Готовится у нас орда миньонов на мега-найта. Сейчас будет зап. Да, запнули летучих мышей. И смотрите, да, вроде мортира достаточно урона нанесла. И противника нету стрел. Поэтому мы спокойно мега-найта забираем. Ну, и еще дефаем при этом всем хога. Переходим в контратаку. Сейчас... Ой-ой-ой, плохой зап от противника. Потому что не всех гоблинов он забрал. И не всех мышей. Можно было получше запнуть. Естественно, при этом... Благодаря этой ошибке он теряет вышку. Ну, благодаря для нас. Вот. Ну и все. Теперь ставится мортира на деф. Орда миньонов. А, ну, в принципе, теперь с Пойзеном орду миньонов легко уничтожить. А у нас, напоминаю, дека в основном состоит из мусора. Поэтому Пойзен это все дело контрит. И я до сих пор не понимаю, как он с этой колодой играет. Вроде бы смотрю, все хорошо. А вот если я возьму эту колоду, то будет все совершенно иначе. Ладно, последний повтор сейчас посмотрим. Именно я там буду завершать выпуск. Мне интересно против арбалета. Так. Тоже не менее популярная колода с арбалетом. Сейчас покажу. Не, стоп. Это не эта колода. Блин, я думал арбалет... Арбалет с торнадо. Блин, обидно. О! Давайте. Вот этого я игрока знаю. Я против него выходил. И, кстати, по-моему, он играл с этой же декой. Его на трешечку вообще взяли здесь. Поэтому Демас на трешку выиграл. Давайте смотреть. Опять же, колода, которая сейчас у противника, тоже заслуживает отдельного видоса. Я как-нибудь сделаю обзор на нее. Но только когда с ней кто-то сделает 12 побед. Потому что я выходил против этой деки, по-моему, с големом. Не помню. Я просто проиграл в ноль. Но, как видим, Демас наоборот. Он проиграл... Ой, он выиграл 3-0. А я проиграл 3-0 этой колоде. Ну, ладно, смотрим. Так, ставится мортира. Естественно, она будет дефать хижину гоблинов. Так. И что у нас дальше? Дальше по плану, я так понимаю, ледяной голем плюс хогушка. Смотрим. Сейчас будет яд. Да, вижу яд. Хорошо. Так, и смотри. Мортира уничтожила полностью хижину гоблина. И мы... А, и снова хижина гоблина. Ну, тут в этот раз, конечно, хижину мы быстрее уничтожим. Зап на ледяного... Ой, извиняюсь, на пламенного дракона. И спокойно хог доходит к вышке. Отличная игра. В принципе, да. Пока все легко. На первый взгляд. Подождите, а у противника что, нету меганайта? Или мне показалось? Я просто думал, это колода меганайт плюс хижина гоблинов. Видимо, нету, да. Ну, по сути, у нас, возможно, мини-контра. Потому что мы можем дефать хижину гоблинов. Допустим, той же самой мортирой. Ну, а потом оттачить с хогом. Так, хороший яд. Но урона, конечно, мы получаем немного. Ну, потому что там всего лишь шахтер дамажил. И от яда немного урона нанесли. Окей. По эликсиру мы немного лидируем. Сейчас будет ставиться мортира, наверное. И мортира в атаку ставится. Так, что ставит противник? Он ставит хижину гоблинов. Мы сейчас мортира же уничтожим. А, еще подбрасывается сразу хог. А, криво поставил хижину. Поэтому хог не реагирует на нее. Блин, интересно, почему такую ошибку допустил его противник? Так как он на 5800. Я думаю, блин, ну такие ошибки недопустимы. Надо было ставить хижину чуть-чуть выше. Ну, наверное, он долго думал, что поставить против мортиры. Так, ну, в принципе, я так понял, что дальше поединок заканчивается со счетом 3-0. Потому что его соперник просто... Просто сдался. Вот и все. 3-0. Ладно. На этом будем завершать. В общем, блин, отдельный респект к колоде. И, естественно, лайк за то, что я вытащил ему лего. Ждем еще какой-то материал от Демаса. Надеюсь, он как можно быстрее нафармит миллионы. Мы его прокачаем какие-то нужные карты. Надеюсь, он сможет фармануть хога до 11 уровня. И мы его прокачаем тоже на видео. Я, блин, обожаю такие моменты. Особенно... Вот просто у меня уже почти фулл аккаунт. Я бы хотел еще раз опять прочувствовать эти эмоции, когда ты прокачиваешь хогушку на 11 уровень. Да или вообще какую-то арарху. Это реально приятно. Даже если не на своем аккаунте. Ладно, на этом буду прощаться. Ждите новые выпуски. Спасибо за просмотр. Желаю удачи. Всем до новых встреч, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok